Привет, с вами снова Юля и сегодня расскажу про новые устройства от Амазон, модерацию в Instagram, скутеры в Сан-Франциско и не только. Поехали! Амазон провели конференцию и показали новые устройства, которыми они приближают будущее. Вангую, что в России это тоже скоро появится. Начнем с нескольких версий умной колонки Эхо. Теперь есть модель для качественного прослушивания музыки, маленькая версия с часами и совсем миниатюрное Эхофлекс. Последняя вставляется в розетку на стене, чтобы вы могли поговорить с голосовым помощником Алекса в любой части дома. Также в Амазон сделали очки и огромное кольцо на палец с поддержкой голосового ассистента. Стоит ли говорить про печь для готовки еды, наушники и трекер для домашних питомцев? Кажется, компания просто хочет завалить весь дом обычного американца своей техникой. Кажется, торговая война дает результаты. Apple потихоньку переносит свое производство на родину. Новые Mac Pro будут делать в Америке. Все это время компания работала в Шанхае. Теперь она перебралась в Остин, штат Техас, где будут работать специалисты со всей страны. К 2023 году Apple планирует инвестировать в производство США 350 миллиардов долларов. Не слабо. Инстаграм достала рекламу чудодейственных продуктов для похудения и косметической хирургии. И теперь соцсеть не будет показывать ее несовершеннолетним или вообще скроет. В компании говорят, что никогда не любили подобную рекламу, так как полезность рекламирующих продуктов не доказана и они могут даже навредить. Но теперь, когда блогеры стали чаще продвигать всякую чепуху, пришлось запретить ее официально. Jump, Lime, Scoot и Spin наконец получат разрешение на эксплуатацию скутеров в Сан-Франциско. Холивар года Сан-Франциско закончен. Ненавидите ли вы скутеры или проносящиеся по тротуарам на скорости людей? Теперь это не важно. Четыре компании получили право на установку тысячи скутеров в городе. В перспективе они смогут увеличить это число до двух с половиной тысяч. Самое главное в этой новости, что Jump от Uber получил разрешение, а их главный конкурент в США, лифт, нет. Четырех провайдеров скутеров на город пока хватит, так что лифт остались не у дел. Не знаю, как там скутеры, но пока еще бывают солнечные деньки, почему бы не вылезти с велосипедом на природу и забыть обо всех этих технологиях? А в конце недели наш дайджест вам обязательно напомнит о самом важном. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и жмите колокольчик. Всем пока!